Мы идем в кукурузу. Прочитать ничего невозможно, где что находится. Здесь только на русском. Ну, не прибавилось. Так же, как было, так и есть. Бюрократия, бухгалтерия. Мы пришли по адресу. Я аж подскочила с телефоном. Другой день. Сегодня у нас жара. Почтовый ящик этот стоит. Никто не будет ныть. Мама, пошли отсюда. Или пошли отсюда. Это дорого. 25 шекелей. А там тоже симпатичные, где я вчера смотрела, но по 40. Жуткая гадость на мой вкус. Вместо того, чтобы получить скидку, нужно назвать номер своего паспорта. Какой-нибудь здоровый. Доримандр. Следующий берем не раньше. 9 сентября. На обед у нас сегодня приходил первый таракан. И как ты размешиваешь белье. Еще пока, видимо, зимнее расписание. На улице 25 градусов. А вот невезуха-то. Как мультики с глазиками. Где это? Училище художественное. Там зонтики. Штиглица. Штиглица. Улица супер. Сейчас дышим всеми выхлопными газами, которые только есть. Главный бомж около консульства Швеции. Тут еще не содрал его. Вот он один тут. Мы готовят при тебе. Прямо. Потому что мы на гору едим. Привет, дорогие зрители. Недавно мы переехали из холодной страны в жаркую. И живем на Средиземном море, откуда и ведем свои влоги. А вы на канале Маша Пэмли Шортс Блок. Мы идем в кукурузу. А зачем мы туда идем? Идем в кукурузу по делам. Там очень много всяких разных офисов. И нам нужно в один из них. Там практически все офисы хайфа. Израиля даже, я бы сказала. Как солнце слепит. 20 градусов, но в тени. Честно, солнце, конечно, больше сильно. В куртке жарко. Но мы сейчас зайдем в здание. В куртку нет смысла никакого снимать. Потому что там будут кондиционеры. Мы оказались немножко не в том здании, не в кукурузе, а рядом. Офис оказался здесь. Как мы переходили, я уже не стала там показывать. Просто по улице. Но здесь тоже красивый вид такой. Сейчас заказываем очередь. Здесь все-все на иврите. Правда, компьютер на русском. Прочитать ничего невозможно. Где что находится. Здесь только на русском. Ничего не изменилось. Кораблей не прибавилось. Так же, как было, так и есть. Сейчас мы пришли оттуда, где вот эта арка такая круглая стоит. Сверху здесь мост. Нужно было по нему перейти, эту дорогу. Нам не нужно. Мы перешли здесь. Пойдем пешком. Витя вот смотрит, где находится еще очередной офис. Мы не очень удачно зашли. Ждали, разговаривали. Провели там полтора часа. Все закончилось тем, что нужно нам заново кучу каких-то справок брать, бумажек. И поэтому мы должны найти сейчас другой офис. И сходить в него. Но где он находится, вот видите, сейчас смотрит. В общем, Валакита еще та. Бюрократия, бухгалтерия. Называется здание Парус. Кукуруза это уже сленговое местное название. Потому что действительно этот Парус похож на кукурузу. Кажется, мы пришли по адресу. Витя что-то смотрит. Даже по-русски написано. На прием надо записываться. Одна из самых длинных лестниц в Хайфе. Это вот эта. Она ведет от центра к центру. Пока мы по ней поднимались, позвонил телефон. Поэтому, видите, пришлось приостановиться и разговаривать. Лимончик растет на дереве. Около входа в какое-то здание. Вид на море. Тетка меня напугала. Я аж вздрогнула. За меня прошла. Я что-то там как заорет. На иврите. Я аж подскочила с телефоном. Смотрите, сегодня все открыто. Я вчера здесь была. Помните, я вам показывала? Все было закрыто. Но я была в пять. Сейчас два часа дня примерно. Привет, ребят. Другой день. Сегодня у нас жара. Не брала с собой куртку. Последние дни марта. Классная погода. Жара. Да, настало лето. Я вышла прогуляться. И, кажется, я забыла с собой все деньги. Но, с одной стороны, это хорошо. У нас Никон вчера выпустил шорт, как он делает бутерброды. Посмотрите, если кому интересно. Прикольно, так как я сейчас зашла вот в этот парк. И вот передо мной идут русские девчонки. На скамейке сидела русская женщина. До этого сидели русские парни. То есть, вся речь, которую я слышала, была русская. Ни одной израильской. Малима классная. Не желтая. Это бывает часто, что они желтые снизу. А эти вот худенькие. Собачка гуляет. Надеюсь, она не дикая. Здесь даже есть какой-то буфет. Нарек какой-то. Приятный парк. Очень маленький. И в основном это как бы торьи дорожки и парк этот при музее. Никон был, кстати, в этом музее. Со школы они ходили. Все школьники ходят в этот музей. Где бы ни были они в Израиле, они все в этот музей посещают. Есть для собачек пакеты. Не знаю, есть они там или нет. Но, по крайней мере, почтовый ящик этот стоит. Я гуляю одна. Со мной никто не хочет ходить. Видите, сегодня работает дома. Никон пришел из школы вообще никакой уставший. Сейчас у него вечером начнутся еще онлайн занятия. Русскоязычные занятия. Не из Израиля. Они проходят, а из России. Поэтому я одна хожу. Но, в общем-то, мне даже нравится, потому что никто не будет ныть. Мама, пошли отсюда. Или пошли отсюда, это дорого. Нет, это оказался не буфет. Это оказалось продажа билетов. Никон в школе так же выглядит ларек с едой именно. Но я пошла отсюда, выхожу сейчас обратно. Высокое здание. Одно из немногих высоких зданий в центре Хайфы. Но находится оно в самом-самом центре. И там считается не очень хороший район. Площадка для выгула собак здесь. Вот эти цветы, насколько я помню, больше цветут осенью. Сейчас они довольно-таки в плачевном состоянии. Вот и наш дорогой Макдональдс. Всеми любимый. Смотрите, какие кофточки симпатичные по 25 шекелей. А там тоже симпатичные, вот где я вчера смотрела, но по 40. Правда, здесь размерчик такой не очень большой. То есть кажется, что они большие, но мне кажется, это смол-медиум такой. А хотя нет, вот лач тут есть. Вот это мне нравится. Правда, красивая. Ну а здесь я зашла в магазин Росман. Хотела я купить сыра. И пока я стояла в очереди, решила показать вам немножко ассортимент. Вот, например, одна небольшая хитрость. Вы видите вот эти вот оранжевые, так скажем, конфетки? Это на самом деле глазированные сырки. Они здесь продаются за одну цену. Но дальше, если обойти вот эту стойку, которую я вам сейчас показываю, там точно такие же сырочки продаются, но в пачке. Сразу же по много штук. Цена у них, конечно же, более выгодная за одну штуку, чем здесь. А это консервы пальмы. Жуткая гадость на мой вкус. Мне совершенно не понравились. В кассе точно так же стоят очереди. И точно так же, как и у нас, здесь есть скидочные карты. Отличие от российских их в том, что в каждом магазине, чтобы получить скидку, нужно назвать номер своего паспорта или номер телефона. Еще бывает другого вида скидочные карты. Это карта визы, представляете? Но там целые системы. Я вам потом как-нибудь расскажу поподробнее. Что это такое за фрук или овощ? Вот это, зеленый. Видите, что это такое? Вот это вот. Вот это вот. С горох до реманда. Такой тортик красивый из халвы. Берем хумус. Взяли хумус. Что это такое, кто-нибудь может мне сказать? Это не кабачок, это тоньше в два раза, чем цукини. Цукини здесь, наоборот, толстые и длинные. А есть маленькие и короткие. Баклажаны тоже мини. Есть мини-баклажаны. Чем надо? Там же по штучному он дешелый. Ну так слушай, ну смотри, тот по штучному, он же плесневелый. А этот берется раз в полгода. И подумаешь, и всего 9,90. Ну вот, хорошо, следующий мы берем не раньше, на вас 9 сентября. Настоящие африканские бананы. Те самые, на которые нам сказали, что с ними там что-то не то. И теперь они будут либо дорого стоить, либо их вообще не будут поставлять у нас в Россию. Здесь они прекрасненько лежат. Стоят они 6,90 за... Не знаю, за сколько. Слушай, а вот на бананы, интересно, цена 6,90. Это за сколько? За килограмм, что ли? Я думаю, что раз они здесь растут... Нет, ты что? Я думаю, что за килограмм. Они здесь растут. Я думаю, что это как сорняк. Да, как сорняк. Главное, пакетов побольше возьмите. Вот по такой вот музыку мы заходим домой, потому что сегодня выходной. А пришли. Хорошо, что у нас обед уже был готов. То есть только разогреть. Сейчас перекусим и будем делать другие дела. Только что пришли с магазином. На обед у нас сегодня такая крупа кино. Она очень вкусная, кто не знает. И мясо по-французски это индейка, бедрышки. Нам сегодня приходил первый таракан, поэтому пришлось здесь все перемывать. Хотя мы когда въехали, все перемыли. Это было буквально несколько дней назад. И сейчас по второму разу. Это был ужас. Я очень не люблю это делать. Он сидел прямо здесь. Здоровый израильский таракан. Размером, ну, наверное, я не знаю, с мой большой палец. Представляете? Вот. В общем, здесь стояли две сковородки чистые. Он пытался под них, но под них же не пролезть. И тогда вот в щели вот этого ящика пришлось вот это все перемывать. Я закрыла полиэтиленом. Ну, это хоть как-то спасает. Понятно, что там на все сто процентов это не спасает. Но я думаю, что он прибежал вот из этой кладовочки. Мы ее зовем Лантери. И, возможно, это произошло потому, что мы на ночь оставили полное помойное ведро. Ну, не полное, но там что-то было. Набыли вынести мусор. Сейчас ходили за влажными салфетками специальными от тараканов. Здесь такие продаются. Но не смогли их купить. Их не было в продаже. Видимо, их уже раскупили, потому что пошли тараканы. Ну, потому что на улице реально лето. Вот сегодня 29, кажется, марта. То есть от питерского июля это вообще ничем не отличается. Нет, вру, отличается. В Питере в июле бывает плюс 12. А здесь плюс 25. Сейчас я вам покажу видео летом. Вам немножко лето в студию. Не пугайся, я тебя снимаю и снимаю лето. И как ты размешиваешь береги. Можешь это, Маша, правда. Вышли мы ночью в Хайфе погулять. Ну, как ночью? Ночью, сколько времени? Ночь такая прям. Сейчас 19.22. Мы вышли с мамой погулять. А тут всё, ничего не работает. В 19 мы вышли, да. В 19. Сейчас вот пришли, а тут ничего не работает. Надеюсь, что мы с мамой спустимся тут по нашей улице. И зайдём на метро. А метро неправильно показывает. Да, метро неправильно, да. И поэтому нам тут даже не работает. Ну да, оно показывает, что оно откроется в 18.45. А сейчас уже 19.20. Оно ещё не открыто. И, видимо, оно откроется по зимнему расписанию. Ну, зимнее расписание. Это, видимо, ещё пока, да. Ещё пока, видимо, зимнее расписание. На улице 25 градусов. Сейчас тоже 25 градусов. И последние дни марта. Чуть ли не 30 марта сегодня. Кстати, не знаю, какой сегодня марта. Да, 30. Вот. И, в общем, это считается, типа, ещё... Это какое расписание-то получается? Это в летнее время. Минут 20-25. Поэтому ему просто делать нечего. 45 минут. Синагога вот открыта. Ух ты, никогда не видела этого балкона здесь раньше. Почему-то, видимо, не гуляла здесь в темноте. Мы вышли с Види немножко прогуляться. Сегодня днём было, Никон говорит, 31 градус. Действительно была какая-то дикая жара. Вот прямо жарко. То есть обычно так последние дни всё время 25. И как бы не жарко. А сейчас сегодня было 31. Никон говорит, выходит из-под кондиционеров в коридор школьный и просто таким паром обдаёт. Но потом сейчас уже вечер. Мы вышли немножко прогуляться. И тут вдруг, видите, по работе какие-то срочные дела. Вот невезуха-то. Ну, в общем, может, ещё и пройдёмся. Сейчас посмотрим. Ходить в Хайфе особо некуда. Потому что тут только одна улица, она ведёт к морю. Спускается вниз с горы. Поэтому либо идти в гору, либо с горы. Ну, улиц тут, конечно, параллельно много, но они все пустые. Центральных только парочка. Вот это вот одна из центральных. Мне дико нравятся эти дикие кактусы. Пальма в смысле. Горох, как в мультике с глазиками. Что вот это такое? Я так и не поняла. Напишите мне уже в комментариях, что это такое. Вот такая тут красивая улочка. Смотрите, какой дворик здесь. Сколько тут висит всяких зверей. И всё те же фонарики, шарики. Как у нас в Питере на этой улице. Где это? Училище художественное. Там зонтики. Штиглица. Штиглица. Академия Штиглица. На Парижскую площадь. Сейчас уже, видите, сколько машин. Все едут с работы, потому что 6 часов вечера. Парижская площадь. А эта улица как называется ведь? И я не помню. Итальянский ресторанчик. И улица, которая выходит на самую нижнюю улицу перед... Стой там! Стой, стой! Здесь что-то открыто. Здесь тоже забегаловка, где можно что-то выпить. Здесь мы, кажется, ели как-то гамбургер. Что-то тут мы отмечали, я помню даже чего. Но не буду это озвучивать. Улица Супер! Сейчас никого здесь нет, естественно, потому что сегодня, чуть не сказала, понедельник вечер. Ну да, для... Сегодня воскресенье вечер. Но это первый рабочий день в Израиле. Поэтому для русских людей это ощущается как вечер понедельника. Прошли уже. Мы хотели посмотреть порт. Порт не смотрится вблизи, потому что там все загорожено. И вблизи ничего не видно. Но там есть такая красивая улица, откуда видны все приезжающие, приплывающие в Хайфу огромные корабли. Пойдем здесь, пройдем, тогда мы ее точно не пропустим. И это бывает потрясающее зрелище, потому что они просто бывают там десятиэтажные, самые большие в мире приплывают. Просто вышли на самую последнюю улицу перед морем параллельно. Здесь ходят метрониты. И она идет вдоль всего побережья. Домами огорожена от побережья. Это магистраль центральная. Мы сейчас дышим всеми выхлопными газами, которые только есть. Мы шли в этот магазин и пришли к закрытым дверям, потому что он оказался вообще закрыт. Как тебе ширина этой улицы? Мы пройдем здесь, мы здесь поместимся. Да? Одна из самых узких улочек. Специально для туристов, видимо, сделана. Чтобы они пытались понять, смогут они тут пройти или нет. Ух ты, как тут здорово. А это что, интересно, просто жилое что-то? Или это что-то? Гостиница какая-то? И бомж, главное, спит. Это вообще Атас. Где? Вот это? Главное, бомж около консульства Швеции. Смотрите, какой там ресторан симпатичный. Какой-то, наверное, китайский или японский. А, чинис, чинис, кузин. Казан, ян-ян называется. Ну, никого в нем нет, естественно. Наверное, он вечером только откроется. Я на этой улице никогда не была. Странно. Как это мы мимо нее? Не все улицы еще тут обошли. Мы на нее, наверное, попали, потому что там был человек какой-то не очень адекватного вида. И мы ее решили там не идти и пройти здесь. Смотрите, одинокая пальма. И не только пальмы, но и лимоны. Кто-то еще не содрал его. Вот он один тут. Вот эта улица, она как раз перед Макдональдсом. Сейчас мы на нее попробуем выйти. Посмотрим, есть там корабли или нет. Кораблей нет. Уже вижу. Ну, сегодня какой-то туман. Он везде. Уже несколько дней на всем побережье. Поэтому мало видно чего. Это кафешка. И здесь все сырое. Видимо, готовят при тебе прямо. Сейчас попробую отойти. Такое, честно говоря, раньше не встречала. Потому что обычно здесь просто фалафельные. Они немножко по-другому выглядят. Там нет такого количества сырого мяса. Там в основном фалафели лежат. И такие шарики. Фалафели это такие шарики из нутовой, по-моему, муки. Из нута. В общем, из нута. Не из муки, а из нута. И они в сухарях. В обсыпке, вернее. В кляре. Ну, вообще, в России тоже продаются фалафели. Так что, наверное, многие из вас знают. Но здесь они вкуснее, конечно. Потому что в России они в основном в замороженном виде. Морозилках там. Как-то здесь их, по-моему, тут же делают. В общем, достаточно вкусное блюдо. Ну, и его кладут в питту. И там разные ингредиенты. Короче, получается обычная шаверма. Здесь это называется шварма. Резкий такой подъем вверх. Смотрите, гора. Потому что мы на гору едем. Едем с самой нижней станции наверх. Редактор субтитров А.Семкин